Так, ну что, дорогие друзья, начинаем заключительный урок в 5778 году. Заканчивается у нас сейчас илуль месяц, сегодня последний день. И вечером наступает Роша Шана с заходом солнца, наступает Новый год, новый цикл. И как раз мы практически закончили 15 главу. 15 главу почти мы закончили, осталось нам совсем немного. Но мы сегодня не успеем, все-таки осталось 33 отрывка в 15 главе, мы сегодня в 24 никак не успеем. Ну ладно. Хорошо, ну почти мы в этом году закончили, почти 15 глав прошли книги Мишли, почти половину. И с Божьей помощью в следующем году должны мы ее закончить. У меня есть план с Божьей помощью без радушем выпустить книжку, такую бумажную по Мишли. В этот самый, очень хочу прям сделать это. Так что... И главу перке. Да. И главу, вот это напоминает, прошли главу перке, вот когда меня не было, так на его уроках. Да. И тоже классно вообще, двигаемся очень хорошо. Все, друзья. Значит, надо было, кстати, подвести, еще есть время после урока подвести, как прошел год, проверить свой год, как проверить, вот что было в этом году у вас хорошего. И когда вы... Можно просмотреть год и взять какие-то решения на будущий год, вот что вы хотите, чтобы Бог вам помог. И я очень хочу книжку написать по Мишли, именно первую половину выпустить и вторую уже, чтобы мы закончили цикл. И может в следующем году, может в этом две успеем. Хорошо, друзья, все, поехали. Значит, пятнадцатая глава, пятнадцатая глава, и... Сейчас, секундочку, пятнадцатая глава, 24-й отрывок. Значит, 24-й отрывок звучит так. Значит, Орахаим, путь жизни, переводится дословно, Орахаим, путь жизни, Лимала, Лимастиль. Идет наверх для Мастиля. Мастиль это тот, кто интеллектуально разбирающийся. Мастиль это у кого есть секль, кто интеллектуал, кто умный, да? Так вот, его путь в жизни идет только вверх. А Лиман, Сур, Мишу, Оль, Мата. Для того, чтобы отодвинуться от могилы, которая идет вниз. Как понять это? Значит, если не знать современную психологию, современную психологию и так далее, то понять сложно. Но если знать легко. Значит, мы все знаем, что когда поднимаешься на гору, тебе сложно. Когда ты развиваешься, тебе сложно. Когда ты учишь что-то новое, тебе сложно. То есть, все, что хорошее в этом мире, идет через преодоление своей инертности. Через преодоление зоны комфорта. Выход из зоны комфорта в зону напряжения. И вот ты выходишь в зону напряжения. Если ты интеллектуал, то ты идешь все время вверх в развитие. Если ты не интеллектуал, то ты отпускаешь процессы. И включается процесс деградации, падения и разрушения. И как известно, когда Бог сотворял человека, он его предупредил. Он говорит, лепета хата тро вец. Возле входа лежит грех. Велехат шокато. То есть, ты только рождаешься, уже сразу в тебе этот грех лежит злое начало. Животное начало, оно в тебе включено. Еще нет мозговый, еще ты ничего не знаешь. А уже ты маленькое животное. То есть, ну, как человек, это как тело, это чистое животное. А что дальше? Что дальше? Дальше человек может поднять глаза вверх, наверх. Да, интересно, что первое благословение утреннее, мы говорим, который Бог осветил нас своими заповедями и повелел. Аль не телать едаем. Не телать едаем, поднятие рук. Когда человек молится, он поднимает руки. Когда он смотрит в небо, он поднимает глаза. То есть, можно направляться вверх. Внимание. И об этом написано в 24-м отрывке. Путь жизни наверх для умного. А что? Для того, чтобы отодвинуться от могилы, которая идет вниз. То есть, как в Экклезиасте говорил царь Салфон, нам же, что дух человека, он направлен вверх. А дух животного, оно направлено вниз. То есть, тело, оно по-любому умрет. Тело это, ну, как тут ни крути, оно из праха взято, в прах возвратится. Вопрос или то, что в тебе, то, что ты считаешь собой, твоя личность, она тоже в прах уйдет. Или же она, ты ее поднимаешь своим намерением и хочешь ее присоединить к Богу. И когда ты ее поднимаешь своим намерением и хочешь присоединить к Богу, тогда это, об этом здесь и написано. Это путь жизни наверх. И написано в трактате Брахот, в Талмуде, написано, что есть три самых ценных вещи в этом мире. Три самых ценных вещи. И все они три даются человеку через страдания. Так написано. Первая вещь это Тора. Тора. То есть, не зная Торы, человек не может, он не может, он вообще не понимает, как эта штука работает. То есть, Тора это знание от Бога, как работает мир. Почему Тора дается через страдания? Потому что ты должен преодолеть вот эту вот свою животную натуру. Ты должен преодолеть в себе вот это злое начало. И взять этот свет, за него зацепиться. И, как говорится, что это как ярмо Торы. То есть, ты принимаешь на себя, что есть хозяин мира, он тебе говорит, что делать, Бог. Ты принимаешь на себя некую систему правил от Бога. Это Тора. Теперь, вторая вещь, которая хорошая и дается через страдания, это Эрец Истраэль, земля Израиля. И действительно, для того, чтобы в Израиль зайти, народ Израиля боялся, боялся, когда вышли из Эдипта. И вообще сложно. То есть, те, кто переезжают в Израиль, знают, насколько это прямо идет перестройка физическая. То есть, там совершенно другие духовные процессы. Вообще другие. Я помню, когда в 2000 году я поднялся, говорят, не переехал в Израиль, а поднялся в Израиль. Да, можно выключить его уже. Когда я поднялся в Израиль, я первый год болел вообще. Я помню, на Рошашина вот был, Рошашина это был или первый, или второй уже Рошашина, не помню, но вот один из первых. Я не мог встать вообще на Рошашина. У меня такие головные боли были, что просто я реально не мог встать, лежал. И еще было так интересно, у меня такая шляпа была, борода. Я учился в Ешиве, в литовской Ешиве. Ну, я такой был, рыжая борода, такое видно, что я не с Йемена приехал, да. И у меня так болела голова, Рошашина, что я не мог дойти до синагоги, прямо до такой, где молились, называлась синагога. Как ханихея ешивот, воспитанники ешив. И я пришел в синагогу еминскую. Прямо она была, прямо у нас возле подъезда, такой караванчик деревянный. И они, так как они из Йемена приехали, у них не было кондиционеров даже. Они такие, ну, еминские евреи. Ну, совершенно не особенные такие. И я такой в этой шляпе, с бородой такой прихожу, с галстуком я тогда ходил, такой раввин. И, значит, я у них молюсь, там, всю молитву, они, йеминские, они короче молятся. У них, ну, то есть, у них молитва короче. И я потом выхожу с ними, иду домой, и один такой не выдержал, говорит, слушай, говорит, скажи, а какая у тебя связь с йеминскими евреями? Говорит, ну, почему, ну, ты, какая связь? Там были только йеминские евреи, да? А я говорю, наверное, в прошлой жизни был йеминским евреем. Говорю, он, а, ну, понятно, значит, все. Понятно, да? Хорошо, 25-й отрывок. 25-й отрывок это... А, я же не сказал, не закончил. Три вещи, которые даются через страдания. Три самых лучших вещей в мире, и все три даются через страдания. Первая, это Тора. Вторая, земля Израиля. Третья, это вечная жизнь. Как написано, да, у Ламова, вечная жизнь. И написано так, что Тенер Митсва, значит, каждая заповедь, она как свеча. Ветора Ор, а Тора это свет. Ведеры Хаим, путь к жизни, тохаход Мусар. Увещевание Мусара, наставляющие увещевания. То есть, Мусар это от слова страдания. Когда Бог дает страдания, чтобы навести на правильный путь. Иначе ты, ну, без этих сигналов, ты не можешь понять, где правильный путь. Значит, вот так оно работает. Дальше, двадцать пятый отрывок. Бет Диим Исах Ашем, ваяцев Гвуль Альмана. Значит, дом гордецов уберет Бог и установит границу вдовы. Значит, здесь нам говорится следующее. Что верите вы, не верите в Бога. Никого это не интересует. Бог хозяин мира, и он все равно порядок наведет. То есть, он рано или поздно, он все равно расставляет все по своим местам. Добро побеждает зло. Это факт. Не может беззаконие долгое время существовать и править. Не может всегда. Рано или поздно всему злу приходит конец. Все империи, построенные на злодействии. Римская империя, Древняя Греция, Македонские, Наполеоны и так далее. Нету никого. То есть, все, что идет против Бога, против законов Бога. Советский Союз, коммунизмы, нацизмы и так далее. Все рано или поздно Бог стирает, подравнивает и зло исчезает. И здесь об этом нам написано, что все гордецы, значит, дом их Бог сотрет, и что и установит границы вдовы. То есть, даже вдова, которая сама за себя постоять не может, которая, ну, как бы, обездоленная, бесправная, да? Но Бог все равно, если кто ее притесняет, должен знать, что Бог ему, ну, как бы, порядок наведет. Все, это нам сообщено в 26-м отрывке. Просто, понятно, и даже тут нечего особо углубляться. Просто по жизни, если мы посмотрим примеры, то так оно и есть. Бывает, что занимает это какое-то время. Что злодей какое-то время может, там, я помню, я вот когда, когда была здесь в Украине, предыдущая власть, был Виктор Федорович Янукович, да? Я говорил, что это уникальная страна, где человек, который в молодости отсидел в тюрьме за грабеж, может быть президентом. И, ну, как это так вообще, вдуматься, да, человек, который сидел в тюрьме за грабеж, он там шапки снимал, еще что-то он снимал. Ну, как можно, может, такой человек быть президентом? И дальше, понятно было всем до единого, что он грабил здесь, вообще полностью ограблял. Это как было в, ну, у них было понятие такое в этой власти, что обездоленные, это они обездоленные, они себя назвали. Мы обездоленные, потому что у нас в этом бизнесе доли нету и в этом доли нету. Они во всех бизнесах забирали доли, да? Они не хотели быть обездоленными, да? То есть они как бы слово это поменяли. И прям реально мне рассказывали, вот он приезжает, сын этого Януковича на заправку, там, или на мойку, говорит, И то хорошая мойка, хозяина вызывает, говорит, все, говорит, теперь она моя. Вот так вот просто, уходи отсюда. Граби, ну, настоящие грабители. И когда, и не было как бы предпосылок, чтобы они потеряли свою власть, да? То есть такие прям, они тут сидели, мертвяк такой, да? Монолитные такие. Потом бах, три секунды, и все, он еле успел убежать в этом вертолете, да? И понятно, да, как это работает? То есть это 25-й отрывок, 15-й главы, как раз говорил про Януковича. Дом Гордецов, как он себе в Межигорье построил дом, уцарение было такого. С какой радости? Ты президент страны. Почему ты должен себе такое делать? 50 гектаров поместья, а? 50 гектаров. Зачем тебе 50 гектаров? Надо, как Мерседесов, коллекция машин в этом самом, зоопарк свой, да? Нет, сходи в зоопарк, ты президент страны, сходи в общий зоопарк. Сделай для страны хороший зоопарк. Зачем тебе дома зоопарк? Нет дома зоопарк, он себе сделал, все. Потом проходит время, как написано в 25-м отрывке, дом Гордецов будет снесен, снесет Бог и установит Гвуль-Алмана. Границу вдовы он вернет на место. Теперь в Межигоре приезжают, даже все, кто хотят, приезжают, гуляют в парк. Парк, был его дом, стал общественный парк. Все. Значит, 26-й отрывок, 26-й отрывок 15-й главы. Таават Ашем Макшивот Ра. Мерзость для Бога, плохие мысли. Утаарим Имрейном. И чистые слова для него прекрасны, да? Таарим. Чистые слова мягкие. Значит, что имеется в виду? Мы знаем, что Бог читает мысли. Значит, Бог читает мысли, и это очень понятно. Даже в обычное время, что значит Бог читает мысли? Бог не читает мысли. Бог этим мыслям дает существование, дает этим мыслям силу. Он, нет ничего в этом мире жизни, нету без Бога. Не то, чтобы он, ты как бы мыслишь, а он их читает. Нет. Он дает тебе силу мыслить, и если, ну, и дает свободу выбора. То есть, тут вот этот вот люфт, в котором человек проявляет свою свободу выбора, это выбор между направлением, куда ты двигаешься. По большому счету, ты не выбираешь даже мысли, да? То есть, ты выбираешь намерение, направление. Или ты двигаешься к Богу, или ты двигаешься не к Богу, а к своему удовольствию. То есть, есть, в принципе, два варианта. Или ты двигаешься к самоудовольствию, служишь себе, своему эго, или ты двигаешься к Богу. Как бы средних вариантов особо и нет. И вот по вот этому намерению, да, как говорится, все с небес, а коль ми нашамаем, худ смират шамаем. Все с небес, кроме трепета, страха перед небесами. И все с небес, то есть все идет, это чистая механика, Бог рулит всеми процессами. Кроме одного, он дает человеку свободу выбора, ты куда двигаешься, к Богу или ты двигаешься против Бога. И вот здесь нам написано, что Богу противны мысли плохие, и Бог знает в сердцах, какие мысли у человека. И ему чистые слова, они очень ему приятны. Вот такая вот у нас есть здесь 26-й отрывок. Теперь 27-й отрывок. Очень интересный такой 27-й отрывок. Значит... Выкорчевывает свой дом. Боцея-беца, как бы гоняй... Алчный переводится. Боцея-беца это алчный и гоняющийся за наживой. Да, алчный. Ну, вот так можно перевести. Да. Значит... Весунема танота хе. А тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Очень известное выражение. На базе этого многие великие и праведники не брали никаких подарков, ничего. То есть тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Даже в Торе прямым текстом написано, Мушер Абенум, Моисей перед смертью, когда умирал, он сказал народу Израиля, говорит, я у вас в жизни не взял ничего. Ни ослика, ни вообще, даже передвигался на своих средствах передвижения. То же самое сказал пророк Шмуэль. Я ничего не взял вообще от вас. Он ходил со своей табуреткой, пророк Шмуэль. Чайничком тоже со своим. Все у него было, все свое ношу с собой. Ничего ни у кого не брал. Теперь есть два разных подхода. Талмуд разбирает эту вещь и говорит, тот, кто хочет жить по вот этому, сонематанотых я, ненавидящий подарки, будет жить. Значит, ему есть на кого положиться. Пророк Шмуэль, Мушер Абенум. Но тот, кто хочет брать подарки, ему тоже есть на кого положиться. Илиягу, пророк Илиягу. По-моему, там, где ему дала женщина, дала ему место в доме, сделала ему комнатку в Алие, там, на чердаке и так далее. То есть, он спокойно принимал от него подарки, потом ей сказал, что там тебе помочь. Ей за это помог как-то и так далее. То есть, есть и так, и так. Есть на кого положиться, тот уберет подарки. Но как это понять, что тот, кто ненавидит подарки, будет жить? Давайте сейчас разберемся. Значит, у человека стремление к наживе, к деньгам, это его инстинктивное стремление. То есть, это проявление его страха и желания выживать. То есть, когда человек, он собирает деньги, ему кажется, что вот он напасется, напасется он, себе запасы создаст, и он себя обезопасит. То есть, ему не деньги нужны, а ему нужна, первое, это безопасность, второе, это слава, да, признание, потому что если есть деньги, то ты как бы уже пользуешься спросом и авторитетом, как мы уже учили, что много друзей у человека, ну, у которого есть деньги, это как есть известная история, что там Федя не знал, сколько у него близких друзей, родственников, пока не купил виллу в Испании. Как только купил виллу в Испании, так у него сразу объявили все друзья, родственники, все хотели с ним общаться, да, в гости к нему приехать. Теперь, значит, это естественное стремление человека, и если он идет по этому естественному стремлению, как, что Тора про это говорит? Она говорит, что кто богатый, тот, кто счастлив своему делу, то есть, лучше немного в радости, чем много в беспокойстве. Марбе не хаси, марбе да ага, умножаешь имущество, умножаешь заботу, и сам же царь Соломон в Куэлите говорил, что не надо мне быть слишком бедным и не надо быть слишком богатым, а накорми меня законным хлебом. Вот это подход Торы к деньгам. То есть, чтобы было достаточно, но не слишком много, и чтобы тобой деньги не управляли. Тем более, если человек, который в жажде наживы, он начинает нарушать закон. Закон государства, законы Торы, он в жажде, когда у него жажда наживы, он может просто не заметив, кого-то ограбить, чуть-чуть он кому-то не додал. Он же прав. Он говорит, слушай, я тебе не заплачу там зарплату. Как было интересно, в Талмуде разбирается история, как раби Иуда, не, был раби Иуда, там глава мудрецов. И он, значит, у него стисло 400 бочонков вина. Он занимался виноделием, и 400 бочек вина у него стисло. Он, значит, говорит, что же, за что же мне это все пришло? Я же цадик, я ничего плохого не делал. А в Торе написано, что если страдания пришли на человека, он должен проверить свои дела. Ему мудрецы говорят, ну, посмотри-ка, может, что-то все-таки сделал. Он говорит, ничего не сделал. Они ему говорят, а что ты думаешь, судья справедливый, Бог, он как бы наказывает без вины? Он говорит, я ничего не знаю. Если вы что-то знаете про меня, скажите. А человек написано, он видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. Значит, мудрецы ему говорят, ну, вспомни-ка своего арендатора. Он говорит, ну, помню вообще ворюга, этот арендатор, он у меня, значит, ну, взял поле в аренду, должен был мне платить часть урожая. Он меня обманывал. И он меня обманывал, и я у него забрал свою часть, там, какую-то лозу, какие-то палки, ну, что-то он у него забрал, чтобы вернуть свое. Они ему говорят, ограбил грабителя, типа, вкус воровства почувствовал. И там на это разбирают. То, что он у тебя украл, он уже потратил. Ты мог у него через суд, то есть он тебе, да, должен деньги, он тебе, да, должен вернуть. Но забрать у него другое что-то, это уже, ну, как бы ты не можешь. То есть ты же у него не забрал то, что он у тебя забрал. Ты у него забрал другое. Он у тебя украл там шапку, а ты пришел у него, забрал варежки. Ну, образно, да? То есть это уже другая вещь варежки. И Раби Уда сразу, опа, он, чем отличается вот царь Давидс, чем отличаются настоящие мудрецы? Умением ляхзор быть шува. Вернуться к раскаянию. Вот сейчас у нас последний день. Передрожишь на, можно вернуться к раскаянию. Это очень просто. То есть ты, когда осознаешь, что ты делал что-то не так, ты изначально убираешь, как бы, свое намерение, то есть в мыслях, и переводишь его на противоположное, и исправляешь свои действия. Раби Уда сразу этому арендатору возвращает все деньги, которые он у него забрал. Говорит, то, что ты мне должен, это там Бог разберется, да? То есть Бог разберется, все разберется. Но то, что я тебе должен, я тебе не хочу быть должным. Все, я отдал ему. Написано, что вернулось его вино, вернулось, это стисшее вино стало вином. Талмуд говорит, ну там, другие мудрецы следующего поколения говорят, не, вы неправильно поняли, не вино вернулось, а уксус, вино же стисло, оно стало уксусом винным. Так уксус подорожал и стал продаваться, он его продал в цену вина, то есть он не потерял. В этом смысл, что не было прямого чуда, что там уксус превратился опять в вино. Но если Бог хочет человеку сделать хорошо, то он может найти способ, как ему сделать хорошо. Значит, это здесь, что написано, то есть тот, кто гонится за наживой, то ему кажется, что он себе наживает, но походу, из-за того, что он может делать разные неправильные действия, на самом деле, он искореняет свой дом. То есть он делает не в плюс себе, а в минус. Как те, которые собирали ман в пустыне, Бог говорил, собирать на один день, в пятницу на два дня, ну, чтобы на субботу. Были те, которые хотели набрать больше, он сгнивал, он сгнивал, не было. И этим они проявляли свое маловерие, то есть маловерие, что они не верили, что Бог им завтра даст. То есть это, вот это главное качество, которое, которое проблемное, да, не то, что человек там работает, зарабатывает, а то, что он не верит, что Бог его любит. То есть сама это неверие, тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Он как бы создает предпосылки на то, что Бог его за это уже готов обучать дальше. Пока он не научится, даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог день, даст Бог пищу. Теперь, в СНМ от Ано Техье и обратное качество человека, то есть это как две крайности, да, один он жаждет наживы сильно, и этим самым он себя заводит в опасную плоскость, в которой он может выкорчевать свой дом. А ненавидящий подарки будет жить, значит, тот, который даже подарки ненавидит, не то, что он гоняется за чем-то, а он даже от подарков, то его ничто не может заставить сделать противозаконную вещь. То есть он, он свободен от давления материального мира и от давления людей. То есть он на своей волне, он ненавидит подарки, сам себя обеспечивает во всем и знает, что не полагаюсь на людей, всем не даст Бог. Это как бы вторая крайность в этой плоскости двух, да. И последний, последний 28 отрывок сегодня, да, значит, 28 отрывок, лев цадик и эге леонот. Значит, сердце цадика, оно проверяет, что ответить. То есть сердце цадика проверяет, что ответить. Упиры шаим ябея раот. А рот злодеев, он прямо изрыгает, прямо в эти самые, выпускает злые разные слова. Что это значит? Значит, цадик, он боится согрешить. Он боится согрешить, он хочет делать все правильно. И поэтому, прежде чем ответить даже кому-то, не просто сказать. Когда сказать, понятно, что легко подумать. Так, что же мне сказать, как сказать? Но когда ответить, у человека включается инстинктивная реакция. Тебя спросили, ты ответил. То есть, у тебя как бы нет времени думать. Цадик, он даже здесь не отвечает. Он проверяет, что ответить. То есть, у него есть вот эта вот свобода выбора и обдумывание, рациональное осмысление того, что он выпускает из себя слова. Даже, даже, когда это ответ, когда, ну, инстинктивно, все его, вся природа, его спросили, или там ему что-то сказали, ты дурак, сам дурак. То есть, у него прям у нас, ну, как, написано, как маем по ним ли по ним, как человек смотрит на воду и видит свое отражение в воде, как лево дам ли лево дам, так же сердце человека отражает сердце другого человека. То есть, обычный человек, он сразу, если к нему с кулаками, его сердце отражает эмоционально, сразу он ответ дает, да, такой же. Цадик нет. Даже сердце цадика, и Эгеля Нот, он, он проводит у него вот этот вот процесс, он думает, что ответить. Проверяет. И что? А род злодеев, он сразу говорит плохие вещи. То есть, он даже, даже он не то, что отвечает плохие вещи, это как понятно, то есть, ему скажи только дурак, он тебя там и ножом изрежет, и там, и забьет, и все. То есть, он на реакцию, он вообще как бы не, ну, об этом нет здесь слов. Но даже, когда он мог бы не сказать, первый, да, а он все равно не думает, что сказать. Это отличие цадика от злодея. Все, дорогие друзья, мы на сегодня закончили 28-й отрывок тоже. О, давайте 29-й отрывок. Это, 29-й отрывок нам как раз сегодня к вечеру, чтобы, как раз он прямо очень подходит к сегодняшнему дню, да. Значит, 29-й отрывок такой. Рахок Ашем Миришаим. Далек Бог от злодеев. Он далек от злодеев. И что? Утфилат цадетим и шма. А молитву цадиков он услышит. Вот давайте сегодня, чтобы мы все стали цадиками. Вот прям реально. Как стать цадиком? Очень просто. Принять на себя хорошее решение. В момент, когда человек решает быть цадиком, и решает оставить все свои злые пути, он в этот момент цадик. Если в Роша Шана, вы принимаете на себя решение, стать цадиком, в этот момент вы цадик. Все. То есть, потом можно действиями доказать, что вы не цадик. Но действует, как бы, Бог нас любит, и действует вот эта вот презумпция невиновности, да. То есть, если ты оставил злодейство, то ты в тот момент, когда ты принял решение, прямо сказал, все, я, значит, все свои неправильные действия хочу оставить в прошлом году. Вообще в прошлом. Я в них глубоко раскаиваюсь. Если я кого-то, не дай Бог, обидел, что-то не так сказал, не так сделал, нарушил, там, пропустил что-то, молитву или какую-то заповедь не сделал. Я об этом искренне сожалею. И я очень хочу, чтобы Бог мне дал в следующем году силы делать только по Торе, только по заповедям, только делать правильные вещи. Я прям об этом мечтаю, молюсь Богу, прошу, оп, все, в этот момент я цадик. Вот реально сейчас я цадик. Понятно. И написано, что здесь написано в 29-м отрывке? Тфилат садитим и шма. Бог услышит молитву цадиков. Поэтому я у Бога прошу, чтобы он всем, кто присутствует на уроке, Торы, которые вот прямо всем хорошим людям, всему народу Израиля, всем вообще добрым, хорошим людям, которые любят Бога, чтобы Бог дал всем хороший год. Здоровый, богатый, успешный, год самореализации, добра, света, чтобы было только, только хорошее условие для соблюдения Торы. Как сказал Яков Шатадин, шанату вам и тука, чтобы был хороший год сладким путем. Хороший год сладким путем. Я поддерживаю Якова Шатадина. И так как в данный момент я цадик решил все соблюдать, значит, моя молитва будет услышана. Так обещал царь Соломон. И значит, все. Все, удачи, друзья. Напишите все, что вы поняли из этого урока. Три главных вещи. До трех вещей. Можно хотя бы одну писать. А то я смотрю, три вещи тяжело может писать. Давайте хоть одну пишите, чтобы была работа. Тора, это она, должна быть работа по изучению Торы. Все, поделитесь этим уроком. Спасибо всем за хороший год. То есть, благодаря вам, что вы приходите, этот урок существует. И в следующем году без радужем, с Божьей помощью, уже после Роша Шена, мы продолжим. Все. В среду. В среду. В неделю, вторую среду. В среду. Все, всем пока, удачи, хорошего года.